МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Сегодня в газете Егемент Казахстан была опубликована статья главы государства Нурсултана Назарбаева «План нации. Путь казахстанской мечте». В ней президент объявил о том, что с 1 января 2016 года началась практическая реализация пяти институциональных реформ в рамках плана нации «100 конкретных шагов». Нурсултан Назарбаев призвал всех казахстанцев принять активное участие в реализации поставленных задач и использовать все открывающиеся возможности. Я прочитал эту статью и считаю, что она является продолжением послания главы государства. В ней поставлены цели, которые направлены на улучшение благосостояния народа. У каждого поколения есть своя мечта, в них отражаются не только семейные ценности. Меня очень тронули слова президента о том, что независимость Казахстана была священной мечтой для наших предков. Также глава государства очень правильно написал об укреплении единства казахстанцев. Мы, представители ассамблеи, постараемся выполнить все поставленные лидерам нации задачи. Со статьей главы государства ознакомились и жители нашего города. Внедряемые новшества в сфере образования откроют новые возможности, отмечают педагоги семейского региона. Были пересмотрены стандарты, а также уровень качества образования. В будущем, для соответствия международным нормам, система образования станет трехязычной. Это казахский, русский и английский языки. Мы считаем, что внедрение трехязычия должно начинаться с системы дошкольного образования, потому что именно тогда закладываются фундаментальные знания ребенка. Мы всем коллективом поддерживаем статью президента и будем активно участвовать в достижении поставленных целей. К другим новостям. Приоритетом государства социальной политики должны быть масштабные инвестиции в развитие человеческого капитала. Об этом сказано в послании президента страны народу Казахстана «Казахстан в новой глобальной реальности рост реформы развития». По данным отдела занятости и социальных программ, в 2015 году было выделено и освоено почти полтора миллиарда тенге. Ожидается, что в году наступившем финансирование социальной сферы останется на прежнем уровне. Отделы занятости и социальных программ обеспечивают реализацию по 17 бюджетным программам. За 2015 год по линии социальной сферы было выделено и освоено более миллиарда четырехсот миллионов тенге. Социальная защита от безработицы граждан нашего города решается через реализацию программы развития города и дорожной карты занятости 2020, в рамках которых принимаются меры содействия занятости населения города. Это трудоустройство, привлечение на временные оплачиваемые общественные работы, направление на профобучение и так далее. Всего в прошлом году в отделы занятости и соцпрограмм обратились более семи тысяч безработных. В 2015 году мы оказали помощь в устройстве на постоянную и временную работу 6138 гражданам. Кроме этого, нашим отделам было предоставлено 18 государственных услуг. В результате проводимой работы количество безработных на рынке труда по состоянию на 1 января 2016 года осталось на прежнем уровне и составило 580 человек. В целом на оказании социальной помощи отдельным категориям нуждающихся граждан по решению местных и представительных органов за отчетный период освоено 283 миллиона тенге. И социальная поддержка оказана более 15 тысячам получателям. В приоритетной категории по-прежнему остаются люди с ограниченными возможностями. Немаловажным моментом является то, что государство создает условия для транспортировки и удобного передвижения инвалидов. В прошлом году было выделено из бюджета более 3 миллионов тенге. На эти средства мы организовали социальное такси. Этот вид такси удовлетворил более 3 тысяч заказов. С помощью этой услуги люди с ограниченными возможностями смогли без каких-либо препятствий посетить соцучреждения, местные органы власти и другие учреждения по необходимости. Уже второй год малообеспеченные многодетные семьи с низкими доходами получают возможность трудоустроиться в рамках проекта «Урлеу», который найдет свое продолжение и в году наступившем. Как отметил президент в своем послании народу Казахстана, социальной политике в этом году будет уделено особое внимание. Несмотря на трудности, будут сохранены все социальные выплаты и продолжены все социальные программы. Сауля Байгалиева, Ильжан Макзумов, Служба новостей семей. В семье буквально за несколько дней выпала месячная норма осадков. Обильный снегопад прошел в ночь с 5 на 6 января. С трех часов ночи все коммунальные службы приступили к уборке и вывозу снега. К этим видам работ, помимо генерального подрядчика, были привлечены еще три городских предприятия. Свыше 40 единиц спецтехники задействованы в очистке центральных и второстепенных магистралей. Всего с утра за границей города вывезено 280 кубометров снега. По информации специалистов отдела жилищно-коммунального хозяйства, все подрядные организации, отвечающие за зимнее содержание улиц, работают согласно утвержденному графику и при необходимости готовы к выполнению своих обязанностей в неурочное время. Также работают 108 человек. Производятся работы по вывозу снега, уширению улиц. Также работы производятся по очистке тротуаров, по мере возможности. Надземные переходы, подземные переходы, все они очищены. Работы в данном направлении будут продолжаться в ближайшее время. Социальной напряженности в городе нет. В семье мужчина спрыгнул с подвесного моста в реку Иртыш. К счастью, он остался жив благодаря очевидцам, вызвавшим экстренные службы, а также оперативной работе спасателей. Инцидент произошел в 2 часа дня. В управление по ЧС поступило сообщение от очевидцев о том, что мужчина спрыгнул с моста, доплыл до островка прямо посередине реки и даже смог пройти несколько метров, прежде чем упасть от холода. По прибытию на место сотрудники службы ЧС обнаружили, что мужчина действительно находится на островке посреди реки. Работы по эвакуации мужчины начали проводить как с моста посредством спасательной веревки, так и со стороны реки. Были подключены сотрудники водно-спасательной службы, которые на катере подплыли к островку, погрузили мужчину и доставили его на берег, где он был передан медицинским сотрудникам. Личность мужчины установлена. Он был в нетрезвом состоянии. Примечательно, что мужчина не только остался жив, он не заработал ни одного перелома или ушиба, однако получил сильное переохлаждение. Я являюсь представителем общественного наблюдения семейских автолюбителей. У нас по городу семей ездят наши активные участники, автолюбители нашего города, которые заметили, что человек залазил на мост. Немножко он неадекватно был, но до момента выяснения причины это было неизвестно. После этого остановились, начали позвонить сотрудникам. Данного гражданина отправили в ПСМП города семей, где он был госпитализирован в отделении реанимации с диагнозом переохлаждения тяжелой степени. В настоящее время данное лицо находится в реанимации. То есть причины данного случая сейчас расследуются. По другим новостям в областном историко-кровическом музее продолжается работа выставки экспонаты года 2015. Специально для этой экспозиции, посвященной 550-летию казахского ханства, в прошлом году фонд музея пополнился дополнительными материалами и экспонатами, которые охватывают период, начиная с эпохи бронзы и заканчивая 20 веком. 2015 год внес большую лепту в историю Кровеческого музея. Его фонд в ушедшем году пополнился двумя тысячами 186 экспонатами. Порядка 500 из них представлены в экспозиции, которая так и называется «Экспонаты года». Огромную ценность среди них представляют такие материалы, как, например, пластинка с музыкальными композициями в исполнении известного казахского певца Амреха Шаубаева. Она вышла в свет во второй половине прошлого века. А передал эту пластинку фонду музея наш земляк, труженик тыла Келлаш Берегболов. Когда ее обнаружили в Москве, естественно, что ее выпустили большим тиражом. И в тот момент Келлаш Берегболов, он приобретает эту пластинку и хранит у себя с 1974 года. Мы более 10 лет искали ее по всему городу, мы переписывали со многими организациями с целью взять эти песенные коллекции в фонд музея и длительного хранения на будущее. Помимо этого, Келлаш Берегболов передал музею еще 17 представляющих редкую ценность пластинок. Среди них такие музыкальные произведения, как Айман Шулпан, Янли Кибек, Хабамбай Батыр и другие. Также в экспозиции можно увидеть древние деньги и должностные знаки сельской старосты и почтовой службы, которые были найдены археолога этнографическим клубом Жерсу совместно с общественным объединением Ельдала. Музей является связующим звеном между нашим прошлым и настоящим, поэтому эта экспозиция очень интересна посетителям, особенно молодым поколениям. Что касаемо итогов на сегодняшний день в этом музее, то мы, горожане города, вполне очень довольны, так как очень много интересного. У меня доча, мы очень часто посещаем музеи разные. И в год мы даже по 2-3 раза ходим в музей, даже может быть больше, все музеи обходим. Во-первых, каждый ребенок нашего города, как бы человек, должен знать историю своего города. Ушедший год для музея был очень насыщенным. В целом его посетили 92 тысячи человек, для которых было организовано более 2 тысяч экскурсий и 30 выездных выставок. Сотрудники музея отмечают, все это направлено на то, чтобы каждый имел возможность прикоснуться к истории своего края. В семье в честь 100-летия Каюма Мухаммедханова проводятся спортивные мероприятия. В средней общеобразовательной школе номер 41 стартовали городские соревнования среди воспитанников дворовых клубов по волейболу и баскетболу. Перед соревнованиями парни и девушки получили прекрасную возможность больше узнать о жизни и творчестве Каюма Мухаммедханова. В ходе встречи перед школьниками выступил Дегдар Мухаммедханов, который отметил, что его отец посвятил всю свою жизнь исследованию творческого наследия Абая и Шакарима, а также сохранению в истории светлой памяти о лидерах движения Аллаш-Орда, мечтавших о независимости Казахстана. Независимость – это не просто пустые слова. Это то, что мы сами решаем свою судьбу, что мы сами хозяева этой земли. А представитель старшего поколения, и в том числе Каюму Мухаммедханов, он как раз и старался это все осуществить на практике. В свою очередь школьники подготовили вниманию почетных гостей вокальные номера, в которых прозвучали произведения Абая и стихотворения, посвященные Каюму Мухаммедханову. Есть у нас в планах в будущем проводить ежегодно такие турниры в памяти столетия Каюму Мухаммедхановичу. Сейчас были у нас встречи с детьми, дети были довольны. И совместно, наверное, мы будем теперь организовывать ежегодно турниры по видам спорта. Футбол, волейбол, баскетбол и все остальные виды спорта, которые для наших детей полезны. И для информации, чтобы каждый ребенок знал своих героев. Участница волейбольного турнира Айдана Бижуманова учится в 10 классе. В последнее время она очень заинтересовалась судьбой Каюма Мухаммедханова и считает, что изучение его творчества и научной деятельности помогает глубже понять личности великих Абая и Шакарима. Все ученики знают о Каюме Мухаммедханове, ведь наши педагоги пропагандируют нам его творчество на очень высоком уровне. У нас много книг о нем, и также учителя показывают нам документальные фильмы о Каюме Мухаммедханове. По результатам проведенных игр, победители и призеры турнира были награждены медалями и дипломами соответствующих степеней. По словам организаторов, в будущем такие соревнования будут проводиться на традиционной основе. Сама Сейкенов, Ярнур Халелов, Служба новостей семей. И завершение выпуска информации о штормовом предупреждении городского управления ПЧС. С 7 по 10 января на территории Восточной Казахстанской области ожидается обильный снегопад, усиление ветра до 20 метров в секунду, а также метель. Городское управление ПЧС рекомендует гражданам не выезжать за пределы города. И таковы были новости этого дня. Впереди вас ждет прогноз погоды на завтра. Всего вам доброго и до встречи. В Павлодаре пасмурно возможен снег. В Павлодаре пасмурно возможен снег. Днем ожидается 20-22 градуса, ночью 24-26 со знаком минус. В Алматы ясно без осадков. Днем ожидается 3-5 градусов выше нуля, ночью от нуля до плюс двух. В Астане пасмурно без осадков. Днем ожидается минус 15-17, ночью 18-20 градусов ниже нуля. В Семее облачно возможен снег. Атмосферное давление 752 миллиметра артурного столба. Ветер юго-западный 2-4 метра в секунду. Днем ожидается минус 11-13, ночью 14-16 градусов со знаком минус. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова